По поводу семьи и по поводу организации. Семья и государство и прочие организации, они образуются потому, что это выгодно. Просто-напросто КПД, производство, разделение труда и так далее, и так далее. Все это действует для удовлетворения потребностей каждого из индивида. Дело в чем? Сейчас с помощью технологий, которые современные, меняется и институт семьи, и государство, государственные институты, и организации. Крупные, мелкие, средние. Происходят изменения. Так как мы привыкли, как было, скажем, 200 лет назад, оно уже становится по-другому. Что-то сохранится, что-то изменится. Я думаю, что прослойка между руководящим и владельцами, и между, собственно, исполнителями будет сокращаться. То есть, вот этот менеджмент, да, там, средний менеджмент. И, скорее всего, будет больше именно собственников и работников. Причем, собственники и работники в одном и том же лице. То есть, короче, мы приходим к социализму, на самом деле. То есть, когда совместные средства производства, и мне кажется, это будет становиться массовым. И приведут к этому ровно создание централизованных платформ. Причем не централизованных, а именно децентрализованных платформ. Очень важно именно децентрализованных, потому что любая централизованная структура управления, это не создание платформы. Это создание олигополии. Например, Яндекс.Такси. Это просто монополист, у которого множество работников в виде свободных агентов. Сами они не владеют, они не имеют права голоса, они не имеют права решения. Вот, например, проходят забастовки против Убера в новостях. То, что там с 7 до 9 Убер бойкотирует. Если таксисты используют Убер, значит, друг друга просто начинают санкции применять. В Москве тоже есть такое, чтобы цену повысить, просто стоят там несколько машин, отключают все у себя смартфоны и включают только один. Таким образом цена повышается. Это метод, как можно противодействовать вот этому центральному гегемону. Значит, в любом случае обязательно должны быть децентрализованные технологии плюс технология анонимности. Если нет анонимности, то противостоять центральному, государственному или совмещенным с государством силовикам и олигархам крайне тяжело. Поэтому Z-Knowledge Proof, поэтому блокчейн обязательно, и поэтому децентрализованные стаблкоины. Это необходимость. Всякие Libra, Ripple и прочие, это все известно, это просто централизованное управление. Ну, собственно, вот и все, что я хотел сказать. Продолжение следует...